Соревнования были подготовлены первичной организацией профсоюза, учреждения здравоохранения Пинская центральная поликлиника и проходили в универсальном зале спорткомплекса «Волна». До этого разместили объявления во всех медучреждениях города и пригласили желающих принять участие в соревнованиях по волейболу и с пользой провести свободное время. Непривычно то, что они не в белых халатах, а в спортивной форме. Это хорошо, это говорит о том, что медики привержены здоровому образу жизни. И сегодня мы проводим уже вторые такие, ну я думаю, они станут традиционными или уже стали, соревнования волейбольных команд, смешанных волейбольных команд, наших учреждений здравоохранения. Это здорово, когда мы можем встретиться в такой атмосфере, в атмосфере здорового соперничества, показать свои умения. Принять участие в соревнованиях откликнулись 10 команд, а в прошлом году их было только 6. Представляют они различные подразделения Пинской центральной поликлиники. Помимо работы, занятия спортом и волейболом, есть тоже прекрасный отдых и прекрасная, замечательная тоже работа, которая вселяет людям хорошее настроение, бодрый заряд и опять же хорошие потом впечатления, воспоминания на следующий день и в перспективе и дальше. Поэтому я думаю, что это еще больше сближает и коллективы в работе потом и так далее, поэтому я думаю, что это очень замечательно. Мне кажется, как бы это способствует поддержанию физической формы, то есть в любом возрасте можно участвовать, принимать участие, а также, мне кажется, это способствует как бы нашему единению, что ли. Состав команд смешанный, 4 мужчины и 2 женщины. Проявить себя на волейбольной площадке представилась возможность всем желающим, независимо от возраста, положения и занимаемой должности. Всем известно, что спорт объединяет все возраста и все социальные слои, поэтому в нашей команде детской поликлиники участвуют и массажисты, и врачи, и даже сторожа, ну и я как заведующий. Одним словом, это позволяет еще в более такой спортивной обстановке и узнать друг друга, и что-то доказать друг другу, ну и принять активное участие в спорте всего здравоохранения. Шансы на успех практически все капитаны команд связывали с удачей, прогнозов не делали, важно было показать красивую и результативную игру. Все встречи были зрелищными, волейболисты играли с большим воодушевлением и азартом при поддержке многочисленных поклонников своих команд. Кстати, на этих соревнованиях определяли самую яркую группу поддержки. Представителей детской больницы назвали лучшими болельщиками. Лавры победителей соревнований по волейболу примерила на себя команда родильного дома. Второе место в упорной борьбе завоевали представители скорой медицинской помощи. А на третьей ступеньке пьедестала почета оказались будущие медики команда медицинского колледжа. Диплом лучшего волейболиста был вручен врачу роддома Павлу Судняковичу. Среди прекрасного пола лучшей названа Дарья Калаур, врач скорой. Команды-обладательницы призовых мест получили подарки и денежные призы. Победители в личном первенстве также были отмечены призами и грамотами.